Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня пятница, 3 мая. В эфире специальная программа радио Карачаева Черекесии «Дорога домой», посвященная, отмечаемому сегодня в нашей республике Дню Возрождения Карачаевского народа. В студии Альбина Охтова сегодня особенный день для всех народов многонациональной Карачаева Черкесии. Единой, сплоченной семьей мы в очередной раз отметим День Возрождения Карачаевского народа. Праздник, символизирующий торжество исторической справедливости, торжества света, разума и добра. 3 мая 1957 года на станцию Ураковскую, ныне Ногайский район, прибыл первый эшелон с карачаевцами, вернувшийся из мест невиданной по своей жестокости 14-летней депортации в безжизненных районах Средней Азии и Казахстана. Многострадальный и необыкновенно трудолюбивый народ заплатил невероятно высокую цену, чтобы вновь на обретенной родине у очагов предков заново обрести себя, упорно и настойчиво создавать свое настоящее и предпосылки счастливого будущего для своих детей и внуков. С первого же дня долгожданного возвращения на историческую родину карачаевский народ начал активно участвовать во всех созидательных процессах в составе единой и неделимой Карачаево-Черкесской, тогда автономной области. Необходимо отметить, что возрождение непосредственно самого карачаевского народа проходило при самой активной помощи и поддержке русского, черкесского, абазинского, нагайского и других народов издревле бок о бок живущих на этой благодатной земле. Карачаевцы не остались один на один с массой проблем, с которыми они столкнулись на земле своих предков на первом этапе своего возвращения. По-другому и быть не могло, ведь нас всех живущих в этом благословенном крае объединяет многое. Общность земли, истории, судьбы, наконец, наше общее, настоятельное, выстраданное временем и многодесятилетним опытом, неистребимое желание жить в мире и согласии, вместе строить и обустраивать наш общий дом, в котором всем будет тепло и уютно. День возрождения карачаевского народа – это еще один повод оглянуться в прошлое, чтобы ярче увидеть и осознать настоящие и предугадать горизонты будущего. Неизменного только счастливого и светлого – это возможность ретроспективного осмысления нелегкого пути, пройденного народом на пути к своему цивилизованному развитию. Об этом написано уже достаточно много, но, заметим, далеко не все. Ведь только в последние 10-15 лет стало возможным говорить подлинную правду о тяжелом прошлом практически всех народов нашей республики. Только в последние годы стали доступны архивные материалы, на базе которых можно и возможно воссоздать картину прошлого, без, как говорят, купюр. День возрождения карачаевского народа – это прежде всего праздник нашей монолитной дружбы, нашей надежды на общее возрождение и дальнейшее успешное развитие во всех областях в дружной семье нашей общей Родины – Великой России. В нашей сегодняшней программе мы попробуем лишь в общих чертах рассказать о главных этапах возрождения карачаевского народа, о некоторых итогах, проделанной государственными и общественными структурами работы, направленной на развитие культуры и искусства народа, достойно пронесшего через годы жестоких испытаний свою безграничную любовь к отчему краю, где иначе дышится, думается, где все напоминает о вечности главных человеческих заповедях, оставленных нам предками в наследство. Седой Тельбрус укрыть снегами, Кавказа – символ Исполин, Народы гор живут веками, Здесь у подножия вершин. Кавказ, страна, долины, гор, Красы его не перечесть, Народ здесь помнит с древних пор, Что значит мужество и честь. Алмазом снежные вершины Сияют в небе голубом, Здесь не бросают слов мужчины, Здесь благородство отчий дом. Страна, воспетая поэтом, О, горный край, родной Кавказ, Не видел ничего на свете, Кто не был здесь хотя бы раз. Эй, брус седой укрыт снегами, Он под небесе ворвавшийся из поли, Народы гор живут веками, Здесь у подножия вершин. Кавром альбинские луга, Меж гор цветастым стелятся, Завет здесь предков никогда Нарушить не осмелятся. Начало здесь хрустальных рек, И родников прозрачный зон, Сиди нам старших с давних лет, Здесь уважение закон. Страна, воспетая поэтом, О, горный край, родной Кавказ, Не видел ничего на свете, Кто не был здесь хотя бы раз. Эй, брус седой укрыт снегами, Он под небесе ворвавшийся из поли, Народы гор живут веками, Здесь у подножия вершин. Орлы парят меж скал кругами, Ель вековая высовет, Платочек женский под ногами, Растор мужской всегда прервет. Здесь в каждом доме гостью рады, О, 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 И с ним всегда разделят кровь, О, 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 Для дружбы нет в горах преграды, Здесь свято в родине любовь. Страна, воспетая поэтом, О, горный край, родной Кавказ, Не видел ничего на свете, Кто не был здесь хотя бы раз. Эй, брус седой укрыт снегами, Он под небесе ворвавшийся из поли, Народы божьи утвиками, Здесь у подножия вершин. По сложившейся традиции накануне праздника Ко всем народам республики Обратились глава Карачаева Черкесии Рашид Демрезов, Спикер парламента Александр Иванов И председатель правительства Мурат Аргунов. В обращении руководителей республики, В частности, говорится Дорогие земляки, От всей души поздравляем вас С днем возрождения карачаевского народа. Невозможно говорить об этом празднике, Не вспоминая о 14 годах лишений, Испытаний и потерь, которые пришлось пережить карачаевцам, Прежде чем они услышали Счастливую и долгожданную весть Дорога домой открыта. Это было ровно 65 лет назад, В мае далекого 1957 года. Низкий поклон нашим старшим, Благодаря которым это стало возможным. Их героизм на фронтах Великой Отечественной войны, Подвиги в тылу, Их ударный труд и рекорды в степях Средней Азии и Казахстана, И самое главное, Их неустанные попытки добиться реабилитации народа, Все это сделало возможным возвращение на родную землю. Не один год понадобился народу, чтобы встать на ноги, Но поддержка многонационального народа Карачаева-Черкесии Помогла справиться с трудностями. Пройдя все испытания и вернувшись к родным очагам, Карачаевцы внесли значительный вклад в социальное и экономическое развитие региона. И самое главное, сумели сохранить культурную идентичность И передать потомкам те нематериальные ценности, Которые делают народ народом. Дорогие земляки, В этот праздничный день желаем вам счастья и благополучия, Достатка и тепла каждому дому, Процветания и мира нашей Родине. Субтитры создавал DimaTorzok Карачаева-Черкесия Мой родной чудесный край Карачаева-Черкесия Мой родной чудесный край Здесь особая природа Здесь обычай свято ждут И сроднившиеся народы Сплачены навеки тут И сроднившиеся народы Сплачены навеки тут Предки здесь по воле Божьей Став землей навеки спят Долг сынов, чтоб не тревожил Их покоя суппостат Долг сынов, чтоб не тревожил Их покоя суппостат Жить в России наша доля Дедов и отцов наказ Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Не пойдем мы против воли Тех, кто породили нас Чтобы нам хватило силы Коль пробьет напасть сейчас Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Боже, храни Россию Будем мы хранить Россию Чтоб она хранила нас Бесспорно, огромную помощь в вопросах возрождения народа Оказала и продолжает оказывать Республиканская общественная организация Карачай Алан Халк Деятельность этой организации Надо признать многогранно и многоаспектно По-особому это проявилось на переломных этапах Новейшей истории карачаевского народа Который вместе с другими народами Республики Самым активным образом Участвует в формировании В Карачаево-Черкесии Атмосферы Межнационального мира И согласия В многонациональном регионе Более подробно Об этом рассказал в нашей беседе Заместитель руководителя Общественной организации Карачай Алан Халк Сулеймен Баташев Нашу беседу Сулеймен Даутович Начал с произведения Исуфа Сазарукова В котором в полной мере описывается То счастье и радость народа Который долгие 14 лет Ждал возвращения на родину Сулеймен Баташев поделился Яркими воспоминаниями о том дне Когда он вместе с родителями С семилетним ребенком вернулся На историческую родину Я хотел бы зачитать Стихотворение Исуфа Сазарукова Стихотворение называется Старик Старик Али Улуманав Родных средь ночи распугав Привел соседей из казахов И скот свой начал продавать Эй, кто хотел корову брать Смотрите, может забодать Кому ослица я вечка Тебе бери вон там уздечка А куры, куры то кому Ага, лови их и в суму И огород мой закупай На нем не снятый урожай А в доме свет тревожный глаз Эй, собирайтесь на Кавказ Да будет жить родной закон На завтра первый эшелон На иные падали устав Но больше всех плясал манав Пел песни, женщин обнимал С парнями тосты поднимал Мальчишек мелочу швырял Влез на крыльцо и закричал Эй, джамагат, сегодня я впервые счастлив И в меня на свете ни одна заря Как эта ночь при фонарях Не била света Нет, не зря До этой ночи дожил я Порой без пищи и жилья Я жил как волк Но я не был Хранить мечту хватало сил Я все знавал Изгнание, нож, смерть внуков Тип и чью-то ложь Боялся Край наш не увижу И вот я дожил Дожил, дожил То есть скончался И примерно вот то, что вот эти пляски, песни, смех, радость Это мне было 7 лет, я прекрасно помню Наш отец вернулся ночью в колхозе Работал животноводом Пришел ночью, говорит, завтра уезжаем Мы не понимали, зачем, куда Мы слышали много раз Кавказ, Кавказ, Родина Хлеб там, вода, Кубань Но как-то таким не проникались дети Родились там Утром приехала полуторка Машина такая небольшая Начали грузить Я помню еще Дом мы не продали Бросили вот так Живность там Может быть кому-то и продали Кому-то раздали И мы 3 дня У железной дороги в Полостанке Ждали, когда состав придет Состава нету, а уже все ушли с домов И там же варили, парили, жарили Пляски, той, смех, плач Все там было И когда поезд подали, мы уехали Приехали сюда Транспараты 9 мая День Победы Празднуют все Вот в станице Жигутинской нас встречали с гармошкой Точно так же в Средней Азии Там в Киргизии мы жили Русские Они тоже переселенцы были Многие Пели такие же хороводы Такие голосистые песни пели День возвращения на свою историческую Родину Со слезами на глазах Горечь То, что остались там много погибших И так далее Но это была огромная радость Поэтому наша организация Три года назад приняла решение Мы обратились в правительство Республики Чтобы указ Бывшего главы Хубиева О признании 3 мая днем возрождения Отмечать повсеместно В том числе в столице Карачаева Черкесии В городе Черкесии Экономический Политический Культурный центр Всех народов Независимо от того Армянин Евреи Осетин Карачаев Не важно Это наша общая столица И все мероприятия Нужно проводить здесь 3 мая Это праздник Мы не можем не вспоминать Жертвы депортации Мы не можем об этом не говорить Но мы должны радоваться Наши мероприятия Должны сопровождаться Плясками Песнями Танцами Концертами И так далее Раз это праздник Говоря о деятельности Организации Мой собеседник Особо подчеркнул Что прежде всего Деятельность Карачай-Алан-Халк Направлена На укрепление Сотрудничества С государством И сплочению Со всеми народами Проживающими На территории Карачаева Черкесии Общество организации Карачай-Алан-Халк И ее задача Это защита права И законных интересов Карачаевского народа Вместе с тем Его задача Это содействие Органам власти Сохранение мира Стабильности Развитие науки Образования Социальных вопросов Сохранение языка Сохранение культуры И развитие культуры Конечно Мое поколение Чуть старше меня Они прекрасно помнят Для них это праздник А современная молодежь Они об этом празднике Не знают И даже не представляют Сейчас у современной молодежи Родители Родились здесь В 60-х годах Поэтому они Точно так же Ничего об этом не знают Просто Понаслышка от родителей Для меня лично Это действительно Серьезный Огромный праздник И вот работая с молодежью Мы всегда объясняли И говорим Для чего нам это нужно Во-первых Это дает Мы же говорим Со словами Благодарности Обращаемся к тем народам Которые нас встречали С хлебом С солью Давали приют Понимаете То есть Этим самым Мы хотим выразить Свою благодарность Этим путем Укрепляется дружба Межнациональные отношения Межконфессиональные отношения Укрепляются Мы же хотим Чтобы молодежь Это понимала И знала Зачем мы относимся К этому празднику И молодежь Об этом должна знать А когда мы можем Об этом говорить Если мы не будем Проводить такие мероприятия На этих традициях Мы можем сохранить Отношения между народами Братские отношения Дружеские вузы Сохранить Вот это вот Наша главная задача Это и в программе У нас написано И в уставе предусмотрено Наша общественная организация Руководство общественной организации Большое внимание уделяет Работе с молодежью Участвует в организации Встреча со старшим поколением А также проводит Всевозможные форумы И выставки Музыка 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 Вот уже долгие годы верной снохой карачаевского народа, принявшей до глубины сердца все ее обычаи и традиции, является председателем Объединения профсоюзов Карачаева-Черкесии и она же руководитель Республиканского союза женщин Раиса Клычгивиевна Айбазова. Сегодня она участвует в нашей программе и как официальное лицо, и как человек, чья жизнь неразрывно связана с судьбой удивительно трудолюбивого и мужественного народа, всегда остающегося верным заветам предков. 3 мая 1957 года представители братских народов Карачаева-Черкесии радостно встречали первый эшелон с карачаевцами, вернувшимися из мест депортации на свою историческую родину. Этот день по праву считается началом нового этапа истории и карачаевского народа, и всей республики. Эта дата вызывает одновременно радость и грусть. Радость потому, что после долгих лет восторжествовала справедливость. Безвинно оклеветанный многострадальный карачаевский народ обрёл, наконец, свои исконные земли, возвратился к очагам своих предков. И грустно из-за того, что не все возвратились домой, но справедливость восторжествовала. Хотя невосполнимы людские потери периода депортации, невосполнимы боль и страдания людей, женщин, матерей, людей пожилого возраста и детей, чувство гордости и глубокого уважения переполняет нас, когда речь заходит о невероятном мужестве и стойкости карачаевского народа. В суровые годы испытаний народ выжил и сохранился, нашёл в себе силы выстоять и возродиться на родной земле. Возвращение на историческую родину стало возможным не только благодаря большой помощи государства, но и добрососедской помощи всех народов нашей республики, которые всегда свято хранили верность традициям наших предков, завещавших нам, как главное достояние ценности братской дружбы, взаимопомощи и межнационального согласия. Наши народы и сегодня верны этим заветам, которые по-прежнему помогают нам мирно и равноправно жить на нашей прекрасной земле и успешно работать во имя социально-экономического возрождения Карачаева-Черкесии. Карачаевский народ много лет ждал восстановления справедливости, верил в то, что она непременно восторжествует, и эта вера придавала народу силы и помогала карачаевцам выжить в годы ссылки. Понеся неизмеримые потери, выстояв в нечеловеческих условиях спецпоселений, карачаевский народ сумел сохранить национальное достоинство, богатое духовное наследие предков и, самое главное, отстоял свое право жить на земле отцов. И при этом совершенно народ не озлобился. Сегодня мы видим, как развивается наша республика. Процесс развития идет в неразрывной связи с традициями предков, завещавших нам жить в дружбе, мире и междунациональном согласии. Наши народы и сегодня верны этим заветам. Вот почему День возрождения карачаевского народа является праздником всех народов Карачаева-Черкесии. Мы обязаны дорожить этой дружбой, сохранять и приумножать ценности братских, человеческих взаимоотношений, чем так дорожили наши предки. Сердечно поздравляю всех жителей Карачаева-Черкесии с Днем возрождения карачаевского народа. Пусть для всех народов нашей многонациональной республики всегда мирно светит солнце. В каждом доме царят мир, добро, спокойствие и благополучие. И особо не хочется отметить женщин, представителей карачаевского народа, на хрупкие плечи которых выпала вот доля такая. Мужчины, они по своей природе сильны, были на войне, они видят перед собой врага. А женщины, на плечах которых остались малолетние дети, беспомощные старики, и они не вынуждены были, я полагаю, что даже больше досталось женщинам, потому что именно на их хрупких плечах была вынесена вся та боль, вся та потеря, которая выпала на долю женщин, представителей карачаевского народа. И находясь в ссылке, вот мы знаем примеры, как многие женщины добросовестно трудились, как Патя Шедакова, и ещё стали в то время героями социалистического труда, это вообще было немыслимо. Но сумели же женщины, всё-таки дань уважения всем женщинам, сёстрам нашим, представителям карачаевского народа, низкий поклон и вообще всему народу, которому досталась вот такая доля. Пусть никогда ни один народ Карачаева-Черкесии, ни один представитель других национальностей России, могучего нашего государства, не испытает никогда ту боль депортации, которую испытали наши братья и сёстры карачаевцы. Город и сильный, славный народ, Правильно в жизни дорога идёт, Всех вас на истины путём зовёт, Ты ни одной слезы не прорьёт. С лишнего горы, леса и поля Манят к себе меня навсегда, Всем сердцем очень сильно люблю Территорию 0-9-ю. Расцветает и растёт он, Сердца народа звучат унисон, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Честь и сила в нашей крови, Не думай вставать у нас на пути, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Звезды мы сила, поверь мне, мой друг, Голову выше и снова в путь, На всей земле ты такая одна, Территория 0-9-я. Песни тебе посвящали не раз, Очень тобою гордится Кавказ, Всем сердцем очень сильно люблю Территорию 0-9-ю. Расцветает и растёт он, Сердца народа звучат унисон, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Честь и сила в нашей крови, Не думай вставать у нас на пути, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Расцветает и растёт он, Сердца народа звучат унисон, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Расцветает и растёт он, Сердца народа звучат унисон, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Честь и сила в нашей крови, Не думай вставать у нас на пути, В сердце моём живёт только он, 0-9-й регион. Депортация карачаевцев оставила глубокий отпечаток в судьбе каждого из его сыновей и дочерей. Большой пласт литературы народов Северного Кавказа посвящен этим трагическим страницам истории братского народа. Стихотворение балкарского поэта Кезима Мичева «Время залечивает раны» читает заслуженная артистка Российской Федерации Любовь Гачияева. Время залечивает раны, так гласит народная мудрость. Печаль народа, печаль каждого, кто вышел из этого народа, кто сопереживает с этим народом. Время, что только оно не видимо, время всему свидетели-судья, и потому вместе с ним хочется мысленно вернуться назад. Слушайтесь и правильно поймите, вы слова печальные мои. Ненависти в сердце не берите, гибло избегите колеи. Главный так решил. В чужие дали повелел переселить народ. Вот разве виноватых здесь искали? Не было в веках таких невзгод. Без одежды зимней и без пищи, Стольких потеряв бредем во мгле. Ну а там, на отчим пепелище, Мертвые и непреданной земле, Губит нас корысть и вражи и сила. Суд неправый, не жди добра, И к земле невинной Придавила наговора в темная волна. Мы вошли в товарные вагоны, Мы стальных путей узнали зло, Но однажды выправят законы, И терпение наше не ушло. Силы сердца иссякают ныне, Ни в руках нет мощи, ни в ногах. Маются бездомные в пустыне, Жизнь и радость превратилась в прах. Свой народ прошу, с бедою споря, Жить работой, почитая труп, Совести не забывать и в горе, И наветы, верю, отпадут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Народ, переживший страшную беду, Сумевший, вопреки всему, Выстоять практически в нечеловеческих условиях, Сохранил свои лучшие качества – Мудрость, терпение, самообладание. Глубокое уважение к рядом живущим народам показал пример того, Как надо уметь оставаться всегда самим собой, Верным, главным человеческим заповедям. История депортации карачаевского народа – это скорбная ода мужеству и непоколебимой стойкости народа, Сумевшего выдержать неимоверные испытания, выпавшие на его долю. Это тысячи и тысячи схоженных, вынужденным переселенцами километров чужой земли. Это бесчисленные мольбы к Всевышнему о спасении и возвращении домой. Это безмерное горе по умершим безвинным детям и старикам, Не выдержавшим ад демонической сталинской политики. Сегодня карачаевцы живут в мире и согласии в огромной семье народам нашей великой страны. Стремление жить в мире и согласии, укреплять дружбу и братство, Без устали строить и укреплять мосты взаимоподдержки, Позволили народу, перенесшему нечеловеческие испытания, Возродиться, уверенно стать на ноги, достойно воспитать своих детей и внуков. Пусть этот праздничный для всей Карачаева-Черкесии день Будет озарен светом добра, И всех нас не покидает уверенность в завтрашнем дне И в том, что страшные трагедии прошлого не повторятся никогда. День возрождения карачаевского народа – Это еще один повод оглянуться в прошлое, Чтобы ярче увидеть и осознать настоящее, И предугадать горизонты будущего. На этой полной оптимизма ноте Мы хотим завершить специальную программу радио Карачаева-Черкесии «Дорога домой», посвященную 65-й годовщине возвращения Карачаевского народа на историческую родину. Чудный уголок планеты Мой родимый горный край Только им душа согрета На земле небесный рай Вечной зеленью покрыты Бук в ущелье ель сосна Здесь таинством все сокрыто Горы, степи и луга О дождь, чай, черкес, лабазин Звонки слышим всю дутонь Ногаискусский осветит Здесь живут одной семьей Изумрудом разукрачен Звезд на небе регион Краснотой у всех прекрасен Ноль девятый регион Шубричушек водопада Снятся ночью всем во сне Глядывшие они от рада Это сказка на земле Дивный край неповторимый Здесь картины лишь писать Самой маленькой вершины До луны рукой подать О дождь, чай, черкес, лабазин Звонки слышим всю дутонь Ногаискусский осветит Здесь живут одной семьей Изумрудом разукрачен Звезд на небе регион Краснотой у всех прекрасен Ноль девятый регион Девушки цветут красиво Как тюльпаны по весне Каждая с луной сравнима Крас нет их на земле Святость женщине священа Несравнимая нищет Это все не сокровенно С малых лет знакома все О дождь, чай, черкес, лабазин Звонки слышим всю дутонь Ногаискусский осветит Здесь живут одной семьей Изумрудом разукрачен Звезд на небе регион Краснотой у всех прекрасен Ноль девятый регион Девушки отдыхают Девушки отдыхают Каждый здесь мужой оттажен Им не страшен враг любой Здесь живет народ бесстрашный Что жигит, то он герой Нет земли, чудесный края Вечные горы, стежный скал Красоту земного рая Сам высоски воспевал Хорочай, черкес, обозим Звонки слышим субботой Нога из русских осветил Здесь живут одной семьей Изумрудом разухрачен Звезд на небе легион Красотой у всех прекрасен Родь, ребята, легион Красотой у всех прекрасен Ног, ребята, легион Объедини к Шанкарачае и Черкесию В единый мир, в единый край И в одну семью Среди долины, среди горшины века Ты славная, всем равная Республика Среди долины, среди горшины века Ты славная, всем равная Республика Россию с древнейших пор неразлучная Своей судьбой, своей мечтой Ей созвучная Среди долины, среди горшины века Ты славная, всем равная Республика Среди долины, среди горшины века Ты славная, всем равная Республика Страна труда, страна друзей, братья, пусть и сестер Открытый дом для гостей, для любви простой Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Когда враги отчизну жгли под огнем войны Поднялись войны за честь земли и твои сыны Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Средни долины, среди гор, живи века Ты славная, всем равная республика Ты славная, всем равная республика Средни долины, среди гор, живи века 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok